Приветствую вас. Я думаю, что ваш вопрос, который вы задаете, то есть вы пишите, не знаю, что делать, а что делать, чтобы что? То есть, понимаете, если вы хотите избавиться от этого, если вы хотите освободиться от данного раздражающего определенного вас фактора, то это одно. То есть, тут нужно думать о том, что вы готовы сделать для этого. Готовы ли вы, например, заняться исследованием своих чувств и своего отношения к тому, что сейчас с вами происходит. Потому что то, что вы чувствуете, то, что вы боитесь публичного выступления, это не есть проблема сама по себе. Это скорее следствие. А первопричина проблемы, она несколько в другом на самом деле. Но вопрос не заключается именно в том, готовы ли вы для этого что-то делать? Готовы ли вы работать над собой? Готовы ли вы заниматься? Потому что, что-то делать, это одно. Вот. Ну, именно, что-то делать. Да, именно, что-то делать, это одно. И совсем другое, это уже реально заниматься корректировкой данного аспекта. Вот. То есть, это вот примерно такая что-то. Это примерно вот такой момент. То есть, весь вопрос заключается в том, да, весь вопрос заключается в том, насколько вы готовы заниматься? Дальше, конечно, ситуация основная, связанная с тем, что вы боитесь оценки. Вот. Ситуация основная, связанная с тем, что вы не совсем нацелены на результат в этом смысле. То есть, ситуация связана с тем, что вам важен именно результат, а не процесс, которым вы занимаетесь. Понимаете? Так что, здесь вот, собственно, такой аспект, такая ситуация, такой момент. Вот. Я думаю. Что здесь, соответственно, в целом, можно сделать? Значит, можно работать с самооценкой. Принцип. А можно работать с самооценкой, можно работать с более, допустим, ну, более корректной, целеполаганием, то есть, чтобы ваша цель, ну, вот, которую вы себе ставите, чтобы это было, ну, адекватно, чтобы это было адекватно. Адекватно тому, что вам нужно. Вот. Тому, что вам хочется. можно использовать, к примеру, обман. Да? Допустим. Ну, просто обман. в своей психике, вот, то есть я имею ввиду, что вы, допустим, боитесь чего-то, да, вы боитесь, допустим, того, что вас обвинят, к примеру, вот можно психику обмануть и наоборот нам целиться на то, чего вы боитесь, то есть, например, если вы боитесь, что плохо выступите, то именно это вы и делаете, пытаетесь плохо выступить. Вопрос заключается в том, какая из, какой из подходов вам подойдет больше, потому что, например, обман, обман своей психики, да, допустим, он может быть, ну вот, как бы, на дальней дистанции вам не поможет, на дальней дистанции вам поможет все-таки больше именно, ну, именно психотерапия, потому что, как я уже сказал, да, причины вашего, значит, ну, причины вашего состояния кроется именно в искаженном представлении о себе. вот, поэтому здесь момент вот такой. Значит, вот, в принципе, все. то есть, как специалисты в области психологии мы можем предложить вам различные варианты решения. Вот. Вопрос заключается в том, какой тип вам подойдет лучше. Вот так. и поэтому вот то, что вы говорите, не знаю, что делать, ну, лично меня наводит на мысль о том, что вы не совсем уверены в том, что вам это нужно. то есть, вы не совсем уверены в том, что вот, ну, что вам хочется что-то менять. Вот. Может быть, может быть, ситуация такова, что вы, там, к примеру, боитесь, просто боитесь. что-то менять. Такое тоже может быть. Вот. Вот. Либо у вас недостаточно мотивации что-либо менять. Вот. Такое, в принципе, тоже, ну, вполне может быть. Такой аспект. Поэтому здесь, конечно, вот, желательно бы разобраться со всеми этими деталями, со всеми этими тонкостями, вот, чтобы лучше, ну, чтобы вы лучше понимали, о чем идет речь и какую конкретную проблему вы хотите решать, и нужно ли вам ее решать. Вот. То есть, ну, например, допустим, вот, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ такую сферу, в которой вы чувствуете себя, ну, скажем так, недостаточно корректно, недостаточно спокойно, недостаточно уверенно. Для этого тоже, вероятно, есть свои нюансы, которые желательно рассмотреть, прежде чем давать вам, допустим, какие-то рекомендации. Так что, я полагаю, такой аспект. На более глубинном уровне можно сказать, что ваша проблема связана с тем, что вы пытаетесь казаться, а не быть в этом смысле. То есть, вы отказываетесь принимать себя таким, какой вы есть, вы отказываетесь от себя таким принимать, вы боитесь, возможно, себя таким принять, вам может казаться, что такой вот вы, собственно, не нужны никому, да, то есть, какой вы есть, да, вы никому такой вот, вы никому не нужны. Ну, это требует своей коррекции, вот, безусловно, это требует, безусловно, своей коррекции, потому что именно подобный подход вам мешает. А вот, собственно, такая примерно такая ситуация, такой примерно момент. Я надеюсь, что этого было достаточно для общего понимания ситуации. Вот. И, значит, в заключении несколько таких практических рекомендаций я вам скажу дам, потому что, ну, неизвестно, готовы ли вы на психотерапию или нет, к психотерапии. Ну, значит, первое, вам желательно ориентироваться не на результат, да, а на процесс. То есть, важно, важно, вот именно вам важнее, я бы даже так сказал, важнее вам, было бы ориентироваться на процесс в том смысле, что ориентироваться на то, что вы делаете, что, ну, получать, образно говоря, нахлаждение именно от того, чем вы занимаетесь. Вот. И если вы будете смотреть на это, если вы будете обращать внимание на это, на данный аспект, если вы будете обращать внимание, то ситуация будет гораздо лучше для вас, ситуация будет гораздо легче для вас, вот. Дальше, значит, перед зеркалом, вот то, что вы можете сделать, да, перед зеркалом, вы можете поисследовать, как вы выглядите, когда выступаете, представляя свое выступление, воображая его и наблюдая за своим выражением лица, глаз, за своей мимикой, за свои позы, вот. Все это вы сможете, точнее, скорректировать, все это вы сможете увидеть, находясь перед зеркалом, и скорректировав это, вы сможете подобрать, ну, подобрать максимально тот образ, максимально подобрать тот образ, который вам, ну, больше всего, больше всего импонирует, который вы считаете, для себя наиболее, наиболее корректным, может быть, да, вот. То есть это такой аспект, и я надеюсь, что вы для себя сделаете выводы какие-то. Я понимаю, что этого немного, вот, прекрасно понимаю, я не жду, я не жду, что у вас сразу что получится, вот, но, я думаю, что если вы заинтересованы, если вопрос стоит только в том, что вы не знаете, как поступать, то вы не знаете, как действовать, вот, то в этом случае того, что я сказал, ну, будет более-менее достаточно. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.